Выходят с нами на прямую связь. Роман, здравствуйте и спасибо, что согласились с нами встретиться сегодня. Ну вот, тема расследования, потому что многие эксперты и зрители считают убедительными переписку, которая была опубликована в расследовании ФБК. Правда, возникает такой вопрос. Эта переписка, вот лично вас хочу спросить, она убеждает вас на 100%? На 90% вы могли бы какой-то такой процент выделить? Где у вас остаются сомнения, если остаются сомнения? Ну, как сказать, все, что мы проверяли, все, что можно было проверить, оно подтверждалось в этой переписке. То есть какие-то обрывки фраз, какие-то мелкие технические детали, например, какие-то гиперссылки на твиты и инстаграм, которые, если вы их проверяете, действительно соотносятся с гаджетом Невзлина, либо какие-то внутренние вещи, которые мог знать только Невзлина, например, о своей переписке в сигнале с Певчих. Ну, то есть огромное количество деталей, и те, которые имеют отношение к ФБК, и те, которые не имеют отношения. То есть это какие-то его личные бизнес-конфликты, какие-то разговоры по вообще третьим неважным темам. Если там есть какой-то, я не знаю, перелет, какие-то бизнес-контакты, банковские переводы, то когда ты все это начинаешь проверять, то вот обнаруживаешь, что оно все стыкуется с реальными бизнес-конфликтами, реальными переездами Невзлина. То есть либо это подделал какой-то человек, который не просто был во внутреннем глубоко кругу Невзлина, не просто имел физический доступ к его обоим телефонам каким-то мистическим образом, но и если все это в течение последних двух лет реально организовывалось как ФСБшниками в режиме реального времени и одновременно подделывалась переписка, вот тогда чисто технически это было бы исполнимо. Но это операция на уровне, который, я думаю, даже Моссад не мог бы реализовать по своей сложности и по своим интеллектуальным инвестициям в такую суперспецоперацию. Никогда мы не видели, чтобы ГРУ или ФСБ или МВД или кто угодно обладали такими организационными навыками, чтобы это сделать. Мы видим, как они делают операции, когда они там не тех людей травят новичком или сбивают не тот самолет и вообще, как правило, не доводят свои операции до конца, потому что проваливаются, чтобы вдруг внезапно они сделали такую фантастически сложную операцию, так, чтобы нельзя было придраться. И при этом всё ради того, чтобы расправиться с Невзлином, который всё-таки не первая фигура среди оппозиции, то это невозможно себе поверить. И даже если бы это было так, то тогда Невзлин мог бы… Всё равно у него оставались бы огромное количество инструментов, чтобы опровергнуть всё это. То есть он пришёл бы, показал бы свой гаджет, в котором сохраняются переписки, и показал бы, что нет, у меня вообще переписка совсем другая, или вот с этими людьми я вообще не общался, а вот в этот день я был в другом месте. Или он сам же, по сути, заявил, что да, я с Анатолием Блиновым общался, это был мой юрист. То есть как бы он фактически… Всё, что он заявлял, он скорее подтверждал расследование, а не опровергал. Он даже ни разу не заявил, что у него переписка была подделана или что у него там гаджет кто-то воровал, или хакерская атака была какая-то. Ничего таких заявлений даже не было. Это, с моей точки зрения, не стыкуется с образом невинного человека, которого оболгали. Я много раз видел, как пытались ложные обвинения повесить на каких-то людей, в том числе и операции спецслужбы, просто какие-то их враги. И обычно такие люди тут же показывали всё, что может опровергнуть эти данные, поскольку на кону их репутация. И не только их, а все люди, которые с ними связаны, получают деньги, в общих проектах состоят. Ну на кону просто вся жизнь этих людей. Они обычно сразу вываливают всё, что у них есть, и показывают, что всё это ложь, провокация и так далее. Но мы видим реакцию. И я слышал этот звонок Невзину, который Мария Певчук делала, когда он не мог даже уверенно сказать, «Нет, это не я». Его реакция была похожа. Мне напомнило реакцию Лисовского, которую можно посмотреть в Ютубе, когда к нему первый раз журналисты спрашивают, «Вы убили Листьева», и он сначала очень растерянно делает какие-то очень долгие паузы, только потом у него такая появляется ироничная улыбка, и он что-то начинает саркастически отвечать. Так что чисто психологически тоже эта реакция была, скорее, реакция человека, который виновен, а не реакция человека, который готов оправдывать себя. Тут вопрос от Алексея. Он спрашивает, откуда у ФСБ переписка из сигнала? Я так понимаю, что сигнал защищенный. Мессенджер ФСБ просто так вклинется в него не может, соответственно, эту переписку должны передать. Вот есть у вас предположения? Да, ну то есть их официальная ФСБшная версия, она, скорее всего, самая простая, и она легче всего объясняет, что действительно произошло. А суть в том, что Невзлин, когда хотел зачистить все следы, попросил Андрея Матуса, такого тоже Ришалу, который, очевидно, иногда помогал и ему самому избавиться от этих гаджетов. И тот отчитался, что от всего избавился, но на самом деле принёс это своим другим хозяевам из ФСБ, и те просто физически заглянули внутрь телефона. Здесь вот по поводу программы Pegasus, например, поскольку мы не знаем, как она работает до конца, но тем не менее есть информация о том, что Pegasus может проникать в телефоны, причём для этого не нужно нажать на какую-то ссылку, и, соответственно, иметь доступ к... В том числе, грубо говоря, можно зайти в ваш WhatsApp, в ваши мессенджеры через что-то подобное. Что-то аналогичное есть на вооружении у ФСБ, грубо, ну, что известно? И есть ли такие программы, которые могут подкорректировать текст, например, в мессенджере? Или об этом ничего не известно? Нет, здесь есть много аспектов. Значит, во-первых, насколько мы знаем, у ФСБ нет никакого аналога Pegasus. Во-вторых, сам Pegasus только на протяжении коротких периодов имел действительно доступ в то, что называется no-click access, когда не надо тебе кликать ни на какую фишинговую ссылку, а просто у тебя автоматически заражается телефон после получения сообщения. То есть такое было в короткие окна времени, но потом iPhone и остальные, там Android и так далее, они делали обновления и закрывали эти дыры, поэтому я сильно сомневаюсь, что сейчас у Pegasus есть такой доступ. Второй аспект — это то, что постфактум, даже если у вас есть доступ к гаджету, вот вы попробуйте у себя, например, изменить переписку, которая была там несколько дней назад. Сигнал обычно позволяет, насколько я понимаю, изменять только, если вы только что написали сообщение, по течению какого-то количества минут, поменять месседж, но её поменять через несколько даже дней, я уж не говорю через два года после всех событий. Насколько я понимаю, технически невозможно, а если вы будете удалять какие-то сообщения, то будет оставаться след, что сообщение удалено. Поэтому вот так вот просто взять и сфабриковать достаточно сложно. Другое дело, что если она просто вся нарисована, все эти скрины, они выдуманы, это, конечно, не стоит никакого труда, но вопрос же не в этом, а вопрос в том, откуда могла взяться эта информация, которая есть вот в этих, допустим, нарисованных скринах. Вот эта информация у ФСБ не могла появиться, но они не могли её выдумать. Она соответствует действительности, она вся коррелирует с тем, что невзен действительно дел, и делал не только, ну то есть это не только его какие-то бизнес-конфликты, какие-то там детали его, не знаю, передвижений, но это ещё его поведение в офлайн. То есть мы знаем, что он действительно угрожал людям, он действительно имел серьёзный конфликт конкретно с ФБК. Сергей Пархоменко рассказывает, как он сидел на первом ряду в конференции в Вильнюсе и шипел на выступающую Марии Певчих «Ведьма», от чего все были в шоке. Так что, в общем, нельзя сказать, что это такой гром среди ясного неба. Невзен вёл себя как человек, который вот собирается сейчас расправиться с ФБК. То есть это вот как типичный случай, когда что-то ходит как утка, выглядит как утка и крякает как утка. Вот вопрос, который возникает, и хотел бы, чтобы вы его тоже прокомментировали. А почему Невзен, на ваш взгляд, напрямую общался с... Ну, условно говоря, заказывал нападение напрямую, там, под своим ником, своего телефона. Почему он, грубо говоря, не перераспределил эти задачи? Может быть, я просто беру на вооружение детектив, в котором, как мы знаем, заказчики часто пытаются как раз себя спрятать. А здесь всё очень, ну, выглядит очевидным. Ну, это же просто неосторожно с его стороны. Вот как вы отвечаете для себя на этот вопрос? Ну да, он действовал очень топорно. И здесь меня даже поражает не столько то, что он не сделал какую-то прокладку из дополнительного посредника, хотя вот, пожалуйста, был его Роман Релязов, который и был его безопасником, и должен был быть человеком, который сам общается без какого-то участия. Ну, во-первых, есть одно психологическое объяснение, то есть он такой микроменеджер, который всегда, в том числе, когда работал в ЮКОСе, любил всё прямо лично-лично контролировать. Но есть ещё и более даже простое объяснение, ну то, что вообще Невзин был в некой рассинхронизации с реальностью и этим миром, потому что, если посмотреть о том, что он говорит, ну там есть вещи какие-то совершенно безумные. Ну то есть я своими глазами видел его переписки с разными людьми, где он на полном серьёзе убеждает, что Мария Певчих и ФБК действуют в интересах Романа Абрамовича. И, значит, они проплачены Романом Абрамовичем, и они пытаются его каким-то образом выгородить и защищать. Ну как бы, в какой степени человек должен быть выпасть из реальности, чтобы как раз-таки Мария Певчих, ту самую, которая критикует Абрамовича гораздо больше, чем тот вот этого даже заслуживает, чтобы её считать наймитым олигархом. Ну то есть это показывает, что он живёт в каком-то своём собственном выдуманном мире, и, возможно, вот в этом выдуманном мире общаться напрямую с заказчиком было безопасно, и вообще всё его поведение было адекватно. Но да, я, конечно, не психиатр, но мне кажется, тут есть какая-то, совершенно какой-то медицинский аспект этого вопроса. Теперь вопрос, как работать с информацией, которая идёт из ФСБ. И, судя по всему, у вас нет сомнений, что это был слип ФСБ. Я правильно понимаю вот эту информацию? Ну как, мы знаем, что человек, который это слил, является решалой и близким к ФСБ. Мы знаем, что от него раньше шли сливы дезинфляционные именно из ФСБ. Поэтому здесь, конечно, всегда сложно отделить, где его собственная игра, где его попросили, где, может быть, он сам предложил ФСБ что-то, а ФСБ согласилась, или наоборот, инициатива от них исходила. Здесь, может быть, много комбинаций, мне кажется, всё неважно. То есть понятно, что мы по определению не доверяем такого рода людям. Мы по определению, даже если бы он сам никакого отношения к ФСБ не имел, если бы мы просто ни о чём, ничего о нём не знали, по умолчанию была презумпция, что если идёт такая компрометирующая информация, которая очень-очень выгодна ФСБ, и которая, как мы видим, публикуется на Russia Today, то, ну, значит, доверять источнику нельзя. Да, поэтому нас здесь в данном случае просто не интересует источник, а нас интересует сама информация. Можем ли мы, посмотрев на неё, понять, возможно ли такое сфабриковать со стороны. Вот такой был анализ, он совершенно не требовал авторитетности источника. То, что Невзлин сообщил о том, что он передал данные как раз правоохранителям, и это подтвердила прокуратура Литвы. Что известно об этом, вот, скажем так, это было ещё 5 августа, задолго до выхода расследования сделано. Да, это было в начале августа, что как бы давно, но это на полтора месяца позже, чем эта информация поступила от Матуса, то есть, судя по тому, что, говорят, в центре досье, в июне к ним обратились анонимы, и это, вероятнее всего, был кто-то с Матусом уже, собственно, и связанный, и предложили, вот, собственно, купить эту переписку, о чём немедленно досье доложило Кодарковскому. Тот, в свою очередь, связался с Невзлиным. То есть, если это всё происходило в июне, значит, больше месяца прошло между подачей этого заявления и этим обращением. Так что не так уж это и быстро. И если посмотреть внимательно на то, что было опубликовано, Невзлинской сотой, то там очень интересно сформулировано, что, мол, нас, меня, Романа Желязова, пытались спровоцировать на какие-то признания, что якобы мы участвовали в нападении, мы этого не делали. И там говорится именно о переписке Желязова. Нет ни слова о том, что была переписка с Невзлиным, с Блиновым. Не было ни слова о том, что переписка какая-то была поддельная. То есть речь идёт просто о словесных провокациях. Но если почитать переписку, там, ну, понятно, что на такие ответы, типа, жёстче надо до, типа, слюней кровавых, вот такие ответы человек не может дать, просто поддавшись на какую-то провокацию. Да, там совершенно очевидно, что один человек заказывает преступление и контролирует его каждый шаг. Это либо настоящая переписка, либо она полностью поддельная. Это не просто какая-то там провокация. Так что, судя по всему, тогда ещё в начале августа я сам не знал, что есть на руках у ФСБ, соответственно, что будет слито. И старался максимально лаконично это формулировать. И, скорее всего, это было такое заявление ради заявления. То есть, чтобы потом показать, ну, я же обратился в полицию. И, может быть, это было даже не столько для каких-то окружающих людей, сколько для Ходорковского. Потому что Ходорковский же к нему сказал, что типа, что за дела, это что за... Если это какая-то, значит, провокация, то надо превентивно что-то сделать. И вот он сделал и отчитался, что вот я не я и лошадь не моя. Таким образом, дав Ходорковскому тоже возможность поверить в то, что он, вероятно, хотел поверить. Хотя, честно говоря, я думаю, что Ходорковский знает невзгодно очень хорошо, знает о его ненависти к ФБК очень хорошо. У него были очень серьёзные основания подозревать, что он действительно причастен. Но иногда, если очень хочется во что-то поверить, то люди в это верят. Здесь, как мне кажется, ещё существует такой момент, просто размышляю, по поводу того, можно ли спровоцировать человека, испытывающего определённое чувство к организации или к другому человеку, в переписке сказать что-то, ну, скажем, что потом можно интерпретировать. Ну, просто мысленный эксперимент. Вот мне нравится такой человек, пишет, не знаю, знакомый, незнакомый, и в порыве эмоций говорит, «Да я хотел бы, чтобы с ним там…» Но это не всегда значит, что он пойдёт на реальные действия. Допускается ли вы такой вариант? Или всё-таки сама переписка это исключает? Ну, если бы это была там одна-две фразы, наверное, можно было бы представить такую манипуляцию. Но здесь речь идёт о двухлетнем разговоре, где были нападения на Волкова, Жданова, Максима Миронова, Киру Ярмыш, была слежка за Марии Певчих. Были потом параллельные разборки, где тоже были всякие гадкие провокации против других людей, против Ашуркова, против всяких бизнесменов, которые мне не нравились. Ну, то есть что-то одно могло быть сфабриковано, где-то его могли специально на какую-то фразу спровоцировать, чтобы он пожёстче сказал, но в том, что он в целом координировал всю вот эту вот программу нападений и всяческих других гадостей, это не вызывает сомнений. Если вообще, в принципе, переписка это подлинная, то там человек совершенно сознательно, причём он был сам инициатором всего этого, вот таким образом расправлялся с врагами. Для суда, если всё-таки дело дойдёт до суда, будет уголовно и так далее, это достаточные аргументы? Вот суд учитывает такую информацию, скажем, вот перепиской? Да, конечно, суд учитывает такую информацию. Более того, русскому человеку это непривычно, что там, скажем, журналистам могут доверять и каким-то вот таким вот данным, полученным от журналистов, потому что, ну, как-то вот в нашей политической культуре доверять можно только менту. Но я лично выступал в суде как свидетель и журналист и рассказывал, что я получил информацию там-то и там-то, и суд на этом основании в Европе принимал решение. То есть здесь будут учитываться все обстоятельства, будут учитываться и содержание переписки, будет учитываться, насколько она сопоставляема с проверяемыми факторами. Но я думаю, что, конечно, главное – это то, что следствие само может получить. Во-первых, легко доказывается, что именно Блинов был организатором нападения. Ну, собственно, я думаю, что это для, скажем, польских правоохранителей уже вообще не вызывает никакого сомнения, они независимо вышли на него. Дальше надо будет просто только доказать связь того, чтобы были денежные платежи от Невзина к Блиновой, чтобы были постоянные контакты. Это тоже, я думаю, довольно легко доказывается. Там есть, конечно, всякие тонкости. То есть мы уже видим по этому обращению Невзина, что его защитная стратегия может быть, что я с ним общался, но по другим темам и так далее. Он будет по-другому объяснять эти денежные переводы. Но это уже технические детали. То есть я думаю, что для следствия, в принципе, доказать, что Невзин именно и был тем человеком, который Блинову всё это заказывал, не составляет большого труда. Я не очень разбираюсь в израильском законодательстве. Не знаю, будет ли там суд присяжных какой-то или просто судья будет выносить решение на основе того, что найдёт следствие. Но, на мой взгляд, доказательств сейчас достаточно, чтобы то, что называется вне разумных сомнений, beyond reasonable doubt, доказать виновность Невзина. И для судьи, и для присяжных это будет достаточно убедительно. А что, кстати, с деньгами? Потому что, я так понимаю, что одна из, скажем, объявляемых таких причин, по которым Матус пошёл на это делать, то, что деньги не были заплачены. Те самые 250 тысяч евро, если не ошибаюсь. И это мотивирует. Да, Невзин считает, что плохо, ну, по крайней мере, тот Невзин, в кавычках, который мы видим в переписке, вот этот вот reportedly Невзин, он был недоволен тем, как исполнены были его поручения, и нападение на Миронова было недостаточно жёстким с его точки зрения. И с Волковым они разобрались так, что никаких серьёзных повреждений у него не было, а он требовал там, чтобы ноги были переломаны, и вообще хотел его в инвалидной коляске довезти на территорию России. И это ничего не было сделано, исполнители всё время обманывали заказчика, фотографировали, скажем, Марии Певчих, выходящую из машины, которой у Марии Певчих никогда не было, и вообще на фотографии не Марии Певчих. Фотографировали дом Марии Певчих, который тоже не является домом Марии Певчих. Ну, то есть, конечно, Невзин обманывали по полной программе, и у него были основания быть недовольным. Но как после этого недовольства, и после того, как он не заплатил деньги, он рассчитывал, что Блинов вот так запросто просто отдаст свои телефоны, и это нигде не появится, я тоже не очень понимаю. То есть в любом детективе, книге, фильме, сериале всё начинается с того, что исполнителю не заплатили. Вот как можно так рассчитывать на безопасность в этой ситуации, было непонятно. Но, да, и опять же, мы берём за скобки все те данные, которые есть в этой переписке, и не исключено, что там какие-то последние сообщения, например, были подделаны, и на самом деле всем заплатили, и многие какие-то конкретные детали могут оказаться не такими, как они выглядят из переписки, если там что-то было подделано. Но что очевидно, это то, что были какие-то денежные переводы в процессе всего этого, то есть на исполнении. То есть было что-то, что можно взять и проверить. Вот эти деньги, они откуда ушли? Для правоохранительных органов, в принципе, это не составляет большого труда понять, откуда, куда перечислялись деньги. Это слабое звено. Я думаю, что оно ляжет в основу доказательной базы. А как вы учитываете и учитываете вообще, когда берётесь за расследование, то, что называют сопутствующим ущербом? Ну, то есть понятно, что бенефициарам этой истории. Я не хочу спекулировать, просто это то, что бросается в глаза. Является Владимир Путин, потому что оппозиция, ну, в общем, это такой эффект грязной бомбы, называют, что замазала всех, и с этим как-то придётся тоже жить и разбираться. Понятно, что, с одной стороны, есть преступление, и если это будет доказано, то очень тяжёлое преступление, об этом, конечно, надо говорить. А с другой стороны, есть вот этот эффект, который сейчас мы наблюдаем. Ну, что-то странное и страшное происходит именно в отношении между людьми, которые причисляют себя к оппозиции. Вы учитываете это, когда берёте за расследование? Ну, я думаю, что если бы такая история произошла бы лет 20 тому назад, то, наверное, эффект для имиджа, и для Путина, и для оппозиции был бы колоссальный от этой всей истории. И можно было бы говорить, ну, вот теперь-то Путин доказал, что он на самом деле не такой плохой, и что когда его обвиняют в нападениях, это на самом деле всё не он. Но теперь, после того, как он отравил кучу людей новичком, убил Навального, убил десятки тысяч невинных мирных жителей Украины, и, в общем, на имидже его уже ничто не может сказаться, никакое событие уже хуже, не хуже, не лучше не может ему сделать. Мне кажется, для самого Путина разницы не было, чем кончится эта история. Ну, вот, хорошо, одним оппозиционером меньше на его совести. Ну, как бы, это один из тысяч. Вот. А что касается самой оппозиции, ну, всё-таки Невзин не является лидером оппозиции никаким образом. Я-то лично вообще думал, что он какой-то такой уже почётный пенсионер, который где-то там доживает свою пенсию в Израиле, и как он сам заверял, что русской политикой больше не интересуется, и пишет просто только злобные твиты про как стыдно быть русским. Ну, и как бы ветер в спину, пожалуйста, никто на него внимания серьёзного не обращал. Да, если бы не было этого расследования, то бы, может, никто бы не вспомнил о его существовании. Вот. Так что ущерба всей оппозиции, тот факт, что он оказался на самом деле вот таким, к ним оказался, не может возникнуть. Ущерб оппозиции может возникнуть в случае, если, поддавшись на эту провокацию, некоторые оппозиционные силы начнут мочить друг друга и рассказывать, а вот это был не только Нерзин, а вот это вот были вот эти вот все ещё вот эти вот олигархи 90-х, все виноваты. А те будут отвечать, да нет, это вообще вся эта команда ФБК, они все вот такие сяки. Ну, то есть, если вот начнётся такая драка, то это ровно то, чего ФСБ хочет. И вот это вот как раз то, что называется, да, collateral damage. Но это уже зависит не от расследования, да, это зависит от самих фигурантов, от того, как они будут использовать полученные данные. Если они решат использовать его для войны, ну, вот кончится всё плохо для оппозиции. Если будут наоборот консолидированы, и если все заявят, что то, что делал Нерзин, недопустимо, и тот факт, что он раньше поддерживал оппозицию, не означает, что у него есть какой-то иммунитет, мы будем расследовать это так же, как мы расследуем любые путинские преступления, тогда наоборот бы это могло служить каким-то таким объединяющим элементом. Но пока, честно говоря, к этому не идёт, судя по тому, что происходит. Тут ещё Алексей пишет, по итогу это не ФСБ слила Невзлина, а Блинов и поляки, потому что обидели, что их кинули. Ну, вот такой вопрос. Ну, мы точно не знаем, знал ли Блинов о том, что Матус собирается слить эту информацию? Нельзя исключить, что это был сговор между ними, и они после того, как им Невзлина не заплатил, действительно решили это всё слить. Это не исключено. По официальной Матусовской версии он отобрал просто телефон, как Невзлина ему поручил. Это тоже мне пока не очень понятно, как можно отобрать телефон у человека, который недоволен тем, что мы не заплатили и вообще не хочет сотрудничать. Это, конечно, для меня загадочная деталь, поэтому вполне правдоподобно звучит то, что на самом деле никто никого не отбирал, а недовольный Блинов с удовольствием, зная уже, что это всё будет опубликовано, эту переписку передал. Это всё может быть. Единственное, что, конечно, она, эта переписка самого Блинова тоже очень сильно подставляет под уголовную статью, поэтому, да, расправиться с Невзиным за то, что тот не заплатил. Может быть, очень хотелось, но теперь ему придётся всю жизнь прятаться и очень хорошо прятаться. Возможно, даже от России прятаться. так что, если это Блинов сделает добровольно, то он очень рисковый парень, и я не уверен, что это хорошо для него кончится. А где Блинов и где Матус неизвестно, да? То есть, Блинов... Ну, Матус, скорее всего, в России, а Блинов прячется неизвестно где и, возможно, тоже в России, но нет никакой гарантии, что Россия его сейчас не выдаст, потому что я уверен, что Владимиру Путину будет очень приятно посадить Невзина, и если для этого нужно отдать телефонное следствие, почему бы этого не сделать? Тот, может быть, даже сам... А может быть, тот даст сам пресс-конференцию в России о том, как он это все делал. Но это как ФСБ сейчас решит, так и будет сделано, если он в России. Вот. Но если у него есть капелька мозгов, то он, возможно, скрывается в какой-нибудь совсем третьей далекой стране, уже поменял, не знаю, там, внешность и все остальное и ушел на дно. Здесь еще вопросы приходят, насколько справедливо в расследовании показали Михаила Ходорковского. То есть прямых улик против него, как мы понимаем, нет. Есть предположение, что он хорошо знаком с Невзлиным, и поскольку у них долгие доверительные отношения, то он мог об этом знать. Поправьте меня, если я не прав. Упоминание Ходорковского в этом контексте насколько уместно? Ну, в нашем тексте Ходорковский не упоминается, и мы считаем, что нет никаких оснований обвинять его в соучастии. Мы переписки видим упоминание только один раз его, когда Невзлин говорит, что вот МБХ подтвердил, что это адрес ФБК в Вильнюсе. Ну, наверное, если его спросили, если у Невзлина спросили, а это точно адрес ФБК, он мог, зная, видимо, каким-то образом этот адрес, сказать, да, вроде это то место, например, да, я могу себе представить, вряд ли Невзлин ему написал, сказал, я хочу тут на Волкова напасть, это точно тот адрес, где я должен за ним следить. Да, вот такого в переписке ничего мы не видим. Так что плюсы у меня есть еще какие-то более интуитивные уже аргументы о том, что ну, я понимаю, почему Невзлин, будучи человеком вот с таким, с такой психиатрией, который прям публично на конференциях срывался на ФБК, да, почему он мог это заказать, но рассудительный, прагматичный Ходорковский, чтобы он участвовал вот в такой истории, понимая, что рано или поздно она скроется и похоронит просто всех организаторов и политически, и уголовно, чтобы он согласился в это ввязываться, но я не могу себе представить, но опять же, нет никаких данных о его участии. Так что мы про него ничего не писали, и вот тот факт, что сейчас результаты этого, да даже не расследования, скорее, исследования этой переписки начинают использоваться в политических войнах, это, мне кажется, ровно то, что ФСБ хочет, и то, чего стоило бы, наверное, избегать. Ну, кстати, про политические войны, это уже вопрос не как к журналисту-расследователю, а просто как к человеку, который вовлечен во все эти процессы. Вот, мы видим очень эмоциональное отношение, там, составление списков отмазывателей невзлина, ну, я просто понимаю, что мы туда тоже попали, потому что у нас, например, была Ольга Романова, но это мнение, люди высказывают мнение, реагируют на очень громкую историю, которая касается их всех. С другой стороны, мы, конечно, видим там тоже реакцию напевчих, вы все врете и так далее. И это все как раз в категории эмоций очень серьезных, но это задевает, и, судя по всему, вот эта война между структурами Ходорковского и ФБК, она начинается или нет? Вот как вы это оцениваете именно чисто в человечестве? Ну, я считаю, что никогда еще Твиттер не был настолько токсичным, как сегодня. И мы сейчас видим, что начинаются войны между целыми кластерами вокруг разных опинили лидеров, значит, команды ФБК, Максим Кац, Ходорковский, там еще какие-то непонятные, более мелкие структуры тоже куда-то за кого-то вписываются. И это все происходит на фоне того, что никакой реальной политической жизни нет, и никакой реальной оппозиционной какой-то движухи, в которую хотелось бы вписаться, тоже сейчас нет. Мне кажется, это связано, потому что, ну вот я с 2005 года занимался всякой активистской деятельностью, участвовал в всяческих протестах, в организациях, организации, и вот за эти 20 лет я более или менее усвоил одну простую вещь. Вот когда есть общее дело, и когда ты чувствуешь, что вы сейчас действительно поднимаете какую-то волну и можете что-то изменить, как было там в 2011 году, как было во время каких-то других больших историй, когда казалось, что сейчас в оппозиции может что-то получиться, то все забывали более или менее о своих внутренних противоречиях, объединялись, там, не знаю, марши несогласных, где Касьянов жал руку Лимонову, все вместе там с Каспаровым, там же были и Навальный и все остальные, или 2011 год, где тоже, куда приходило там внезапно даже Тина Канделаки с Капковым на протесте, ну то есть там объединялись просто самые неожиданные люди, потому что они чувствовали, что есть какой-то серьезный шанс на то, чтобы что-то поменять. А когда происходит затишье и когда политическая жизнь умирает, то энергию-то надо куда-то девать и люди переключаются на то, чтобы воевать друг с другом. С Путиным у них не получается, они начинают строить козни против друг друга, включаются какие-то личные амбиции и люди начинают вести себя агрессивно. Я думаю, что всем остальным, тем, кто со стороны это наблюдает, мне кажется, нужно как-то пытаться влиять на всех этих опинин-лидеров, отдавать какой-то фидбэк о том, что это нам не нравится, вот такие разборки нам не нравятся. Каждый человек, который начинает сейчас вместо того, чтобы атаковать Путина, ФСБ, все, кто помогают преступной власти, вместо того, чтобы критиковать их, начинают искать компромат друг на друга, эти люди тратят зря не только свою энергию, но и наше внимание, и нашу энергию. То есть, если все эти опинин-лидеры, которые ввязываются в эти воины, будут чувствовать, что аудитория, окружающие люди, что журналисты, что обычные, я не знаю, читатели их Твиттера воспринимают негативно такие разборки, то я думаю, что есть шанс как-то затушить эту вражду, потому что она сейчас очень, конечно, вредит, и Твиттер стал читать просто невозможно. Но у вас нет ощущения, что вас и Христа Грозева в эту историю втягивают, потому что я читал комментарии, проверяли доброхотов Христа Грозев, ну и так далее. Вас в разных ключах здесь упоминают, как участников этого расследования. Хотя я понимаю, что вы как фактчекеры выступали. Идет тоже такое некое перетягивание эмоциональное на сторону и так далее. Для этого нам и надо участвовать именно в качестве таких людей, которые выступают именно как журналисты, потому что мы как раз стараемся не заниматься никакими сейчас политическими разборками, а заниматься именно установлением фактов, потому что это важно. Если у нас будет всегда возможность проверить, действительно ли невзгин совершал преступление, у нас должно быть для этого инструменты, и это позволяет действительно отделить хорошее от плохого. Иначе мы скатимся в ситуацию, когда просто все будут друг друга обвинять, ничего невозможно проверить, все просто разбредаются по каким-то идеологическим комнаткам и не общаются друг с другом. А то, чем должны заниматься журналисты, не только расследователи, а вообще журналисты, это наоборот создавать параллельное пространство, плоскость, в которой никаких этих разборок нет. А есть люди, которые хотят установить истину, определить, что на самом деле происходит, и вообще толстенная стена должна быть между собственно вот этим племенем журналистов и всех, кто занимается активистской деятельностью. Вот в какой-то момент эта стена была разъедена, потому что активизм проник в журналистику, журналисты стали заниматься активизмом, что иногда оправданно хорошо. В том же 2011 году никаких проблем с этим не было. Но сейчас надо, мне кажется, снова немножко вспомнить о журналистской догме, потому что в условиях, когда все друг другу перестают доверять и начинают разбредаться по идеологическим лагерям, должна какая-то ось координат остаться, в которой люди ни в какую сторону не дрейфуют и ни с кем не объединяются. Еще вопрос из чата спрашивает, а какую именно задачу выполнял в этом расследовании Христо Грозев? То есть какая у него была задача? И Христо Грозев, и я, мы занимались тем, что анализировали эту переписку, сверяли информацию из нее с тем, что происходило в оффлайне с теми связями, которые были, с его реальными поездками, звонками, устанавливали, кто они на самом деле упоминаются и так далее, и так далее. То есть это все большая аналитическая работа и там какие-то технические детали, как те же самые длинные ссылки на твиты и на инстаграмы. это все требовало такой внимательной аналитической работы, и вот, собственно, этим мы в основном и занимались. Еще вопрос, я тоже обратил на это внимание, там как раз Мария Певчик в расследовании сказала, что мы не можем это подтвердить, но и упомянуть не можем. История про возможно взаимоотношения Невзлина и следователя по делу Алексея Навального. Насколько это возможно? Ну, то есть, учитывая, что следователь, который вел дело Навального, я предполагаю, ничего не утверждаю, это, в общем, достаточно защищенная фигура под колпаком, поскольку Алексей Навальный это на тот момент главный политический заключенный и его судьба как утверждалась, опять же, я этого не утверждаю, но так утверждалась, все-таки зависело от Владимира Путина. Мог ли Невзлин, грубо говоря, установить с этим человеком контакт и, в общем, каким-то образом его содержать? Ну, если этот следователь просто сливал за большие деньги какую-то информацию, там, не знаю, об этапах или об каких-то следственных действиях, то я думаю, что это вполне возможно, то есть, система дырявая, корруппированная, мы сами много раз покупали данные каких-то там телефонных переговоров о передвижениях, то есть, это рынок данных, конечно, течет, и большое количество людей внутри системы готовы этим торговать, поэтому ничего удивительного в этом нет, другое дело, что, наверное, вот таким образом купить уже совсем какую-то компрометирующую для власти информацию, например, собственно, об убийстве Навального или до этого об отравлениях, наверное, было бы сложно, а какую-то такую более простую в Синовскую информацию или информацию о каких-то следственных действиях, я думаю, что поскольку она особенно не вредила самой системе, я вам легко могу представить, что следователь ей торговал, не очень только понимаю, зачем ее нужно было не обязательно покупать, ну, то есть, понятно, что у него столько денег, что для него это несложно, но почему у него было именно такое любопытство в этой связи, я не очень понимаю. Кстати, история с расследованием гибели, убийства Алексея Навального, там есть продвижение как раз, не знаете, что в этом. Ну, пока нет, но больших каких-то, но у меня есть идея о том, как можно докрутить эту историю, поэтому мы ее до конца в долгий ящик не оставляем. Видели ли вы выступление Евгения Чичваркина, он сегодня записал видео, выставил его в открытый доступ? Еще нет, не успел посмотреть. Ну, он достаточно эмоционально там говорил, но он в завершении сказал, что, конечно, теперь вопрос безопасности ФБК стоит на первое место, потому что ФСБ может воспользоваться, как я понял из услуг, может воспользоваться ситуацией, например, и что-то сделать, чтобы потом, скажем так, привязать к этому Невзина. Как вы считаете, может ли ФСБ, условно, безусловно, или какие-то другие службы сейчас подключиться к этой истории и начать носить корректировки уже по ходу ее развития? Насколько это реальный сценарий? Я думаю, сейчас уже нет, потому что понятно, что сейчас уже Невзин лишен возможности организовывать что-то такое, и на момент, когда это развивалось, в принципе, если бы ФСБ были очень умными, к счастью, они не такие, если бы они были, они могли бы действительно организовать какое-то такое уже настоящее нападение, а потом, использовав те реальные данные о Невзине, приписать и это нападение ему тоже. Но проблема, это мало бы что меняло, потому что все равно имидж у ФСБ такой, что по умолчанию любое нападение считается организованным ими, и им очень сложно доказывать обратное, так что, ну как бы, мне кажется, они уже на это большого внимания не обращают. То есть для них фактор имиджа перестал играть какую-то роль еще с момента, как мне кажется, даже отравление Навального, я же молчу про убийство Навального, когда они совсем сожгли все уже мосты с Западом и перестали скрывать свою сущность. Потому что понятно, что когда ты убиваешь оппозиционера в тюрьме, ты в любом случае автоматически принимаешь на себя ответственность за это. Он в контролируемых ситуациях находится, ты за него несешь ответственность. Если ты его убиваешь, то ты, значит, готов иметь дело с новой ситуацией, когда все тебя считают убийцей, значит, тебе это все равно. Плевать на санкции, плевать на имидж. Поэтому я думаю, что если бы у них было бы большое желание организовать какое-то такое нападение, они не думали бы об именно имиджевой стороне. Они скорее бы думали бы о стороне, что количество агентов ограничено, надо думать, может быть, лучше использовать их для того, чтобы поджечь какой-нибудь военный склад, а не для того, чтобы кого-нибудь побить. Вот такую аргументацию могу себе представить. Ну и в завершение этот вопрос не связанный с этой темой, но тоже еще несколько недель назад это была главная новость. Это Павел Дуров, его задержание. Тут спрашивают, можно ли доверять Телеграму? И что думаете о кейсе Павла Дурова? Я думаю, что Телеграму никогда нельзя было доверять, если речь шла об обычном чате, потому что там все хранится на серверах, и мы не знаем, где эти сервера есть, Телеграм не проходит никакой публичный аудит, а значит, мы не знаем, как работает этот код, где хранится эта информация и так далее. Но Secret Chat вроде как достаточно безопасен, поскольку информация хранится, как и в сигнале, только на гаджете, поэтому если вы что-то решили по Телеграму обсудить, то делайте это не в обычном чате и не в группе, а делайте это через Secret Chat. И то, конечно, опять же, поскольку код непрозрачен, здесь приходится верить на слово, что Secret Chat действительно такой секрет, как об этом говорится. Но из того, что я знаю в дискуссиях с специалистами в области кибербезопасности, а там система очень сильно мониторится, конечно, сообществом, каждый год у них конференции, свои аудиты и так далее. То есть они очень внимательно отслеживают, например, появляется ли переписка в каких-то уголовных делах, есть ли основания считать, что там кто-то ее читает. В общем, пока считается, что переписка в Secret Chat и Telegram это более или менее безопасная вещь. Что касается самого Павла Дурова и того, что сейчас происходит во Франции, то здесь, конечно, очень-очень трудная, многомерная тема. И я вижу, что люди поделились на лагере, типа, вообще все «all cops are bastards», и вообще нельзя никого арестовывать. И другая крайность, что вообще на Дурова клеймальня где ставить, и он вообще путинский чекист. Но если убрать все какие-то такие радикальные агитационные позиции, а если посмотреть, в чем суть проблемы, то, конечно, здесь я не вижу тривиальных решений, поскольку, с одной стороны, мы имеем дело с мессенджером, который играет колоссальную роль, в том числе для самого инсайдера, когда мы распространяем информацию нашу в России, ее можно читать без VPN, через инстанты с мобильных телефонов, невозможно каким-то цензурировать. То есть миллионы людей каждый месяц читают инсайдера через Telegram, а вот через, например, скажем, Twitter или Facebook не читают. Поэтому у него есть у этого мессенджера своя ниша и своя роль в том числе в свободе слова, но одновременно мы знаем, что когда, например, Вилаят Харасан надо было взять в ответственность за теракт в прокус с сети Холли, они это сделали через группу Telegram. Мы знаем, что это единственный мессенджер, где если вы вобьете что-нибудь типа купить мефедрон, у вас сплывет бот, который предложит вам это сделать в вашем городе очень удобно. Эти группы через 2-3 недели удалятся, на их месте появится новая. Вот действительно ли так сложно сделать систему модерации, чтобы это не работало? Или просто не очень хочется? Вот скажем, в Гугле я так вот легко нагуглить тяжелые наркотики не могу. То есть есть ощущение, что есть позиция площадки, что на что-то она смотрит сквозь пальцы. и понятно, что для французов, у которых сейчас была Олимпиада, и они с большим трудом предотвратили некоторые теракты, некоторые сами предотвратили, а некоторые, мы знаем, что террорист взорвался просто когда бомбу делал, может быть, его бы и не арестовали, если бы он смог ее сделать. И эти люди общаются между собой через Телеграм, поэтому, тем более, что если у вас есть гражданин вашей страны, владелец мессенджера, и вот в этом мессенджере происходит коммуникация террористов для того, чтобы в вашей стране сорвать Олимпиаду и взорвать бомбу, наверное, у вас есть огромная мотивация с этим гражданином вашей страны поговорить, пообщаться. Сам Дуров говорит, что он вообще-то и до задержания общался, информацию про террористов передавал, но это он говорит. То есть очевидно, что если французские власти все-таки решили его задержать, значит, они то, что называется, не договорили. Что-то какие-то вопросы у них остались. Но Дуров не сидит в тюрьме, он замечательно проводит время в Париже, я надеюсь, что до каких-то прям уголовных заключений дело не дойдет. это просто способ государства объяснить миллиардеру и владельцу крупнейшей технологической компании о том, что вообще-то у государства есть способы добиться соблюдения некоторых правил и законов. А уже вопрос о том, какие именно правила они будут насаждать, не будет ли здесь перегиба в сторону какой-то цензуры, это вопрос хороший. Я думаю, что нам как общество с журналистом надо следить для того, чтобы государство тоже не приходило какие-то красные линии. Ну что, спасибо вам большое. Роман Доброхотов, шеф-редактор издания Инсайдер, был с нами на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Всего вам доброго. Спасибо. Мы продолжаем наш третий